И им это удается. С 2005 года между Канадой, Мексикой и США существует договоренность. Это соглашение втайне от народа, без ведома Конгресса, объединяет США, Канаду и Мексику в единое целое, стирая их границы. Оно называется Североамериканский Союз. Спросите себя, почему вы об этом ничего не слышали? В действительности нашелся только один журналист на центральных каналах, который имел мужество рассказать об этом. Политика администрации Буша по открытию границы и его решение проигнорировать законы, ужесточающие иммиграционную политику, всего лишь часть большой политической игры. Президент Буш подписал официальное соглашение, которое означает конец нынешних Соединенных Штатов. И он сделал этот шаг без одобрения со стороны Конгресса и народа Соединенных Штатов. Лишь немногие слышали об этой сделке. Это сделала кучка людей наверху, с подачи правящего класса. Но ни простые рабочие, ни чиновники по всей стране, ни в Штатах, ни общественные деятели, они ничего об этом не знают. Это не торговое соглашение. Это полный отказ от независимости этих стран, что также стало причиной введения новой валюты. Аминь. Это Аарон Руссо, режиссер и бывший политик. Рядом с ним Николас Рокфеллер, представитель пресловутой династии банкиров и бизнесменов. Аарон имел дружеские отношения с Николасом Рокфеллером, но им пришел конец, когда он узнал больше о Рокфеллерах и их замыслах. Мне как-то позвонила одна адвокатша и спросила, хочешь встретиться с одним из Рокфеллеров? Я сказал, конечно, здорово. И мы стали друзьями, и он рассказывал мне о многом. Как-то он сказал, у нас тут намечается встреча, Аарон. Будем там обсуждать, как мы захватим Афганистан, чтобы создать турбопровод от Каспийского моря, как мы захватим Ирак с его нефтью и сделаем из него базу на Ближнем Востоке, а потом двинем в Венесуэлу и избавимся от Чавеса. Ну, первые два пункта уже готовы, Чавес пока держится. А потом он сказал, ты увидишь, как будут по горам искать людей, которых никогда не найдут. Он смеялся над этой войной, над терроризмом, когда врага-то и нет на самом деле. И он рассказывал, что эту войну с терроризмом никогда не выиграют, потому что это вечная война, и можно постоянно забирать у людей их свободы. А я спросил, и как вы собираетесь убедить людей в том, что это настоящая война? Он сказал, через СМИ телевизор может всех убедить в том, что это реально. Вы просто говорите, говорите, говорите людям об этом постоянно, и в конце концов они в это верят. Да вы знаете, они Федеральный резерв этим враньем создали в 13-м году. Они создали 11 сентября, тоже вранье. После 11 сентября начали эту войну с терроризмом. Потом вторглись в Ирак, тоже вранье. Теперь вот Иран на очереди. И так одно за другим, одно за другим. Я его спросил, а зачем вы это делаете? Для чего это нужно? У вас и так все деньги на свете, сколько захотите. У вас и так вся власть. Вы убиваете людей. Ну, нехорошо это. Он сказал, а что тебе дались люди? Ты о себе думай, о своей семье. Я сказал, ну так и конечная цель какая? Он сказал, конечная цель, чтобы всем в мире был встроен чип радиочастотной идентификации, и все деньги будут привязаны к этому чипу. А кто будет протестовать и делать что-то нам наперекор, мы ему чип отключим. Вот так, микрочип. В 2005-м под предлогом иммиграционного контроля и так называемой войны с терроризмом был принят закон о действительном удостоверении личности. По этому проекту, к маю 2008-го, все будут обязаны носить с собой карточку федерального удостоверения, на которой находится штрих-код с личной информацией. Эта карточка лишь переходный этап. Затем в эту карточку будет встроен модуль радиочастотной идентификации, по которому можно будет определить ваше местонахождение на планете. Если это для вас новость, знайте, что радиочип уже есть в каждом новом американском паспорте. А последний шаг — имплантированный чип, который уже зашили многим под разными благовидными предлогами. У нас во Флориде есть семья, которые стали первопроходцами мира будущего. Они добровольно согласились имплантировать себе идентификационные чипы. После 11 сентября я обеспокоен о безопасности моей семьи. Я ничего не имею против, чтобы мне в руку зашили идентификационный чип. В конце концов, все будут заключены в находящуюся под пристальным мониторингом клетку, где каждый ваш шаг задокументирован. А если вы отклонились от курса, они выключат вам чип. А к этому времени все взаимодействия с обществом будут осуществляться через этот чип. Такой образ мира нам заготовлен, если вы раскроете глаза, чтобы видеть. Единая глобальная экономика, где каждый шаг каждого человека отслеживается и фиксируется. Никаких прав. И самое удивительное. Этот новый мировой порядок никто не будет навязывать людям. Люди потребуют его самим.